Всех приветствую, друзья! С вами Маракесси. Итак, сегодня посмотрим бой на бабахе FV4005 Stage 2 на карте Рудники. Ну и, конечно, вас ждут очень крутые выстрелы. Рекомендую вам Twitch Prime набор Starlight. Данный набор зачисляет на ваш аккаунт такие премиум танки, как Объект 244, М56 Скорпион, Т92, Корнарон Экшн Икс, Х5 Опыта, Чертежи, также 2D стиль уникальный, Девушка Танкистка, кстати, из сериала Пацаны, и День премиум аккаунта. В общем, очень много халявы. Если интересно, то в первом закрепленном комментарии сможете приобрести данный набор. Кстати, удалось снизить максимально цену данного набора, хоть и сложность его создания просто запредельная. На самом деле, друзья, то есть вот реально сейчас делать Twitch Prime наборы очень сложное занятие. Но, несмотря на это, мы стараемся самые оптимальные цены вам предоставлять, чтобы вам было действительно выгодно. Сейчас цена около 80 рублей с лишним. Ну, сами понимаете, что за такую халяву это просто даром, считай. Ну и, друзья, хочу показать вам скриншоты некоторых новых танков. Первый из них называется Carro da Combatimento 45 Ton. Это итальянский танк 10 уровня, СТ, акционный, с механикой вот этой вот зарядки, как у итальянских СТ, в общем-то. Следующий танк это Cobra, СТ 9 уровня, акционный, Великобритания. Танк будет тестироваться в патче 1.10.1, только супертестерами. Очень много разработчиков сделали танка в 9 уровне, ну и пока что неизвестно для чего. Следующие скриншоты это у нас 3D стиль для танка ИС-2. Я думаю, данный стиль делается для новогодних коробок, то есть, скорее всего, этот стиль добавят в новогодние коробки. Сам стиль очень прикольный, танк мне не супер сильно зашел, хотя он неплохой, но так проходной, скажем так. Далее, еще один стиль и еще один двухорудийный танк, Объект 703, вариант 2. Опять-таки, аналогичная ситуация, на мой взгляд, данный 3D стиль готовится для новогодних коробок, которые будут содержать в себе 3D стили, как, в общем-то, и всегда. А следующие скриншоты у нас это танк Объект 274А. Это у нас премиумный танк 8 уровня СССР. Выглядит довольно-таки, по-моему, красиво. Опять-таки, наиболее вероятный вариант это то, что его разработчики готовят для новогодних коробок. Все это делается заранее, конечно, но уже времени не так-то и много осталось, на самом деле, до Нового года. Далее у нас Чаффи, ну, М24Е2 Супер Чаффи, такое название ЛТ-100 уровня, акционный подарочный танк. То есть, сейчас на 100% известно, что это подарочный танк. С вероятностью, я не знаю, 99,9% данный танк готовится как подарок для ветеранов в 2020 году. Так что, ветераны, ну, я уж не знаю, радоваться вам или нет, но также готовятся и боны, насколько я знаю. То есть, впервые за долгое время возвращается награда в бонах. Около 5000 бон получат игроки. Далее у нас некоторые изменения некритичные. Собственно, бронирование ЛБА-башни понерфили у танка Объект 274А. Было 230 мм, стало 220. Также изменили название танка К-91-2. Теперь это К-91 вариант 2. Также Т-77. Сделали ему цену в голде. Было 100, но это чисто условно. Стало 9800. Убран тег секретности. Тестируемый танк. В общем-то, раньше был. Сейчас, в общем-то, данный танк, вероятно, уже будут готовить к релизу. И последний танк. Это Ксор. Тут разброс на 100 метров. Ухудшили. Было 0,29. Стал 0,33. Что могу сказать по этим танкам? Первый танк, как я сказал, для коробок, скорее всего. Второй танк для ивентов на следующий год. Т-77, мне кажется, будет марафон в конце, в общем-то, этого года. Но марафон, куда же без него. И Ксор 1008, вероятно, тоже готовится для коробок. Правда, немножечко как-то смущает то, что этот танк очень сильно нерфит. Прям уже не первый раз. То есть из МБ данный танк превращается в хлам по чуть-чуть. Далее я хотел бы отметить, что вы можете выиграть золото в этом видео. В каждом видео о Маракасе разыгрывается голда. Не упустите шанс выиграть. Вам нужно всего лишь в комментарии указать свой игровой ник и досмотреть данное видео до конца. То есть все просто, без перемоток. Вот включили, досмотрели до конца и пишите комментарии о том, что вам понравилось, что нет, что хотели бы увидеть в следующих видео и так далее. Далее выигрываете золото на сайте VODKIT. Ежедневно розыгрыш премтехники разнообразный. Тут у нас выгодная реферальная программа абсолютно для каждого игрока. Тут у нас постоянные акции. Сейчас, кстати, запускается новая серия сногсшибательных акций, цен. Так что, если интересно, переходи. Используй мой промокод при пополнении Маракасе. Ссылка на него есть в комментарии или в описании. Итак, друзья, я хотел бы отметить, что в патче 1.10.1 разработчики будут работать над ветеранской программой. То есть уже, ну как работать, она уже практически готова. И основные там осталось некоторые детали доделать. Но уже, в принципе, понятно, что VG будут выдавать всем танка Супер Чаффи, как я сказал в начале. Ну и также боны, а также другие награды. Ходит такой слух, что также будет учитываться количество боев, которые ты, собственно, сыграл. То есть очевидно, что в VG нужно каким-то образом привлечь игроков, чтобы они почаще играли. А один из способов – это выдавать подарки для ветеранов еще и тем, кто, собственно, очень часто играет, у кого много боев на игры. Ну а 10 тысяч просто. Почему многие удивляются? 10 тысяч, что 10 тысяч у всех? Нет, не у всех есть. По статистике, конечно, уже многие достигли 10 тысяч, но далеко не всех. То есть в VG хотят, чтобы многие достигли именно 10 тысяч боев, чтобы выдать награды именно тем, кто, собственно, это сделал. Таким образом, можно увеличить в среднем онлайн и вообще количество боев, которые игроки сыграли. Ну, соответственно, и время, которое они провели в игре. Соответственно, игра, конечно, будет тем самым, в общем-то, как бы намекать. А не хотите ли вы ради подарков, собственно, поиграть еще немножечко боев? Вот вам осталось там до 10 тысяч или до 30 тысяч еще немножечко. Ну и некоторые изменения также по патчу 1.10. Кому интересно, собственно, разработчики доработали интерфейс оборудования. Ну, там, в общем-то, некоторые изменения в лучшую сторону. Я надеюсь, ранговые бои добавляются в октябре, в ноябре. Ну, скорее всего, в пересечении этих двух месяцев. Ну, третий этап рангов, он будет только в 2021 году. Соответственно, награды можно будет только тогда забрать, именно, ну, основные, именно танки и так далее. Также изменение FOV для широкоформатных экранов. Это означает, что наконец-таки спустя годы ВГ занялись тем, что начали поддерживать экраны с большим разрешением. Хотя я понимаю, что многие игроки играют до сих пор на Full HD, даже меньше. Также добавлена новая система управления полноэкранным интерфейсами. Ну, то есть, опять-таки, это все связано с тем, что ВГ наконец-таки приводит игру именно к такому вот более современному виду для именно широкоформатных экранов. Потом у нас некоторые переделки на картах. Добавлен встречный бой на карты Карелия, Весфилд, Студзянки, Промзона. Также внесены балансные изменения на карты Берлин, Руинберг, Весфилд и Эрлинберг. Добавлено много разнообразных личных жетонов, как, ну, в общем, в прошлых патчах. Но если вам это не нравится, то вы сможете в настройках игры все это дело убрать. Так что, ну, на ваш выбор. Также переход на новую версию звукового движка. Ну, это просто, на самом деле, улучшит звук, если у вас качественная акустика там или наушники. Также добавит новые стили, как я сказал, для танка Объект 703, вариант 2, для ИС-2-2. 2D стили добавит. Также же улучшит бронирование танка Объект 140. Было у него 100 мм бронирование корпуса, стало 110. Угол у него был минус 6, стал минус 7. Ну, хоть чуть-чуть апнули. Основное, что радует, это УВН стал получше. Также добавили Объект 274А, запомнить название данного танка. И, собственно, некоторые изменения по веткам Е50, там апа в основном. То есть апа бронирования, башень, апа орудия. Нерфит Леопард прототипа, апают китайские танки, такие как Т-34-1, Т-34-2, ВЗ-120, Т-112. Ну, не буду рассматривать, в общем-то, все изменения тут. Но это основное, что добавили разработчики. Ну и хотел бы показать вам новый бонус-код, друзья. Он дает не очень-то и многое, но, тем не менее, его активировать могут все. В описании я его добавлю, собственно, активируете. И что вам за это дадут? Боевую задачу на большую аптечку, снаряжение. Конечно, выглядит как-то вообще ни о чем. Баргейминг, я хочу похвалить тебя, что ты добавляешь бонус-коды для всех. Это очень круто. Но почему нельзя чуть пощедрее? Почему так мало? Понимаю, что для всех, но хотя бы чуть-чуть, там, 10 аптечек больших уже было бы интересно так. И при этом, ну, не особо-то игроки от этого супер, прям, я не знаю, стали богатыми и не донатили больше. Почему так мало? Вроде бы какие-то улучшения у нас есть. Вроде уже подвижки, бонус-коды уже пошли. Но с другой стороны, как же они мало дают. Тем не менее, друзья, ну, активируйте, если нужно. А на этом я с вами прощаюсь. Спасибо, что досмотрелось до конца. Желаю вам удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok